Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас покупная лапша ВОК. Я ее просто обожаю. Она с курицей. Пахнет просто обалденно. Сколько мы не пробовали дома ее готовить, все равно покупная. Она вкуснее, поэтому я решила сегодня взять. И решила на пробу взять роллы пицца, как они называются. Я просто не знаю, как их отделять, но пахнут они просто обалденно. Я просто на пробу решила взять, потому что до этого никогда не рисковала и не заказывала их. Теперь не знаю, как их отделять друг от дружки. Сейчас попробуем сделать это вместе. Здесь вроде сверху сыр. Рыбка это? Короче, сейчас посмотрим, что здесь внутри. Самое главное аккуратненько отделить это все дело. Ой-ой-ой! Сложновато! Там вот такие вот роллы. Макаем аккуратненько. Вау! Супер! Очень вкусно! Особенно сыр сверху этот. Правда, выглядит не очень. И кушать тоже сложно, но очень вкусно. Гляньте, этот сыр сверху, он просто божественный. Что-то между пиццей и роллами. Я думаю, что сверху сыр. Илья. Яie-кировя. Слушай. Ну за Essentially ты, для меня у?. Мне tôi не будут перемещаться." Илья. Кушать. Мне будет промелька. Я илья. Кушать. Илья? очень вкусно прям очень-очень здесь у нас лапша вог попробуем ее тоже я увидела здесь составе лук но я его абсолютно не чувствую возможно его совсем мало я в инстаграме устроила опросник как вы думаете что мы будем кушать сегодня почему-то большинство угадало что это будет лапша вог и суши привет айка можешь объяснить в чем прикол бумажных сюрпризов многие не понимают этот мой контент и в чем прикол этих бумажных сюрпризов но самое главное людям нравится люди смотрят кто-то снимает контент просто режет мыло и я лично как зритель я смотрю как кто-то режет мыло хотя в этом нет никакого смысла вот мы смотрим какой-то фильм какой в этом смысл если контент кому-то нравится если люди его смотрят значит его нужно снимать я считаю так и никак иначе смысл в этом нету возможно для кого-то но там уже сто двадцать шесть тысяч подписчиков я создала тик ток и там видео так набирают вообще одно видео миллион набрала другой полмиллиона буквально вчера вечером выложила видео в тик ток про бумажные сюрпризы и там уже почти 300 300 тысяч просмотров за 12 часов то есть я думаю что это видео тоже где-то полмиллиона наберет то есть это залипательное это какой-то вид асмр а почему нет сама тоже у кого-то увидела мне понравилось думаю почему мне тоже не снимать про бумажные сюрпризы вообще необъяснимая штука вроде бы много кто снимает контент у тебя привлекает кто-то один не знаю почему у меня так я выбираю себе блогера не то чтобы я мусульманка мы живу например в баку чтобы было что-то похожее иногда мы выбираем таких блогеров с которыми у нас вообще ничего общего нету иногда бывает у блогера например большая аудитория это думаешь вроде столько людей смотрят наверное мне тоже стоит свободное время смотреть от меня спрашивали смотрю ли я сериалы вообще не смотрю никакие сериала у меня не хватает терпением максимум что я могу сделать это посмотреть видео длиной полчаса просто последнее время я не смотрю сериала просто чисто слушаю например рисую и параллельно у меня там кто-то болтает на компьютере но это не обязательно сериалы иногда бывает я просто смотрю каких-то психологов мне очень нравится психологические видео реально столько полезной информации сейчас в ютубе я просто рисую и параллельно слушаю потому что для моего бумажного канала чтобы снять видео мне надо где-то потратить 20 часов своего времени и нарисовать коллекцию то есть это не просто так вот я в тик токе создала аккаунт и многие думают что я покупаю эти бумажные сюрпризы на самом деле нет все рисую я даже мама немножко обижается на меня в том плане что мама говорит ты рисуй я буду разукрашивать но я не могу ей доверить в этом плане перфекционист я не люблю когда разукрашена как-то неаккуратно где-то что-то с чем-то сливается поэтому я все делаю сама абсолютно все последний раз мама на меня обидела что типа чё я плохо разукрашиваю что ли что здесь такого я тоже могу сделать так как ты что-то до пяти часов ночи сидишь рисуешь эти бумажные сюрпризы если я тоже могу тебе помочь это быстрее закончишь быстрее ляжь спать ну не могу я я должна это все сама сделать смысл бумажного контента в том что нету смысла посмотрите сколько я уже съела осталось совсем чуток я начала бумажный канал меня никто не поддержал даже мама мама сказал какая ерунда кто это будет смотреть какой бред кому это нужно но до сих пор мама не понимает мама в шоке от просмотров ну я как делаю я встала накрасилась привожу себя в порядок снимаю для вас мукбанг например позавчера не было мукбанга из моего микрофона когда я говорю слишком громко там появляются ступеньки такие во время монтажа в общем я не знаю что с ним делать поэтому я стараюсь говорить чуть-чуть потише чем говорила раньше потому что надо менять микрофон наверное я не знаю в чем проблема в общем кто в теме тот поймет у меня на монтаже появляются такие ступеньки поэтому я чуть-чуть тише говорю чем например говорила раньше давайте отделим мне уж там в комментариях пишут айка что с твоим голосом ты как умирающий лебедь говоришь просто дело в микрофоне ничего более мне надо наверное новый купить какой-то смр микрофон но я просто не знаю как им пользоваться как его подключить к камере записывать отдельно звук или что там но эти роллы это нечто это настолько вкусно реально это лучшие роллы которые я ела когда либо не задают вопрос привет айка почему стала реже снимать из истории в инстаграме это никак не связано с блокировкой инстаграма в россии сразу хочу сказать у меня как-то апатия к инстаграму началась уже где-то полгода не знаю я потеряла как-то интерес к инстаграму вообще я не особый любитель фото я не умею фотографироваться вот у меня нет никаких приложений типа фейсапа и как-то к фотографиям я очень равнодушна например там пишут огромные посты какие-то о чем-то рассказывают мне честно не охота это читать я не люблю читать посты я люблю слушать во-вторых фотографиям появилось столько всевозможных программ и фейсап и фигуру исправят и прическу поставят уже как-то знаете доверие к фотографии ноль не факт что у девушки действительно такая попа есть такая попа имеется на фотографии вот поэтому как-то не особо я любитель мне больше тикток например нравится я поела наелась было реально очень вкусно обязательно ставьте лайки и подписывайтесь с вами была айка всем пока